Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео мне бы хотелось поговорить о таком важном, на мой взгляд, явлении на сегодняшний день, как цифровая диета. Я искренне убежден, что каждый из нас должен задуматься над этим и в каком-то виде устроить себе это замечательное мероприятие под названием цифровая диета. А также, что немаловажно, поскольку я являюсь все-таки консультантом по детско-родительским и семейным отношениям, все-таки я предлагаю вам, если у вас это получится, хоть на какой-то маленький пока что кусочек, а потом, надеюсь, вы будете двигаться дальше и расширять для себя эту цифровую диету, что вы обязательно будете делиться в дружеской беседе этим со своими детьми, как у вас получается, как вы считаете, что это важно и как что-то сделали вы. Я делаю так со своим ребенком, я обсуждаю это. Начнем с самого такого главного. Однажды я услышал, и мне эта мысль очень понравилась, что среди, ну давайте так, достойных людей не принято, чтобы приложение Facebook было установлено у них на телефоне. Я, вы знаете, заразился этой мыслью, мне, открою вам секрет, она очень просто понравилась сразу, как-то мне, мне как-то сразу показалось, это же круто, это же действительно. Но я как-то тоже не сразу прореагировал на это, и потом в какой-то момент я пришел к мысли, что да, я таки действительно удаляю приложение Facebook с своего телефона. Мессенджер оставляю, а приложение Facebook удаляю. Вопрос. Это что, получается, что меня в Facebook не бывает? Ведь у меня же там страничка, ведь у меня же там все мои посты, видеоролики, так же, как и, собственно говоря, в Instagram и в YouTube, продублировано все там же. Дань, так сказать, современной, много, как это сказать, много социально, ой, не выговорю, что такое хотел придумать и не получилось. Бывает. Так вот, мы сейчас по некоторые люди, ну такие, может быть, как я в том числе, присутствуем в каких-то основных соцсетях, и мы выбираем, где мы присутствуем, и мы захватываем, ну какие-то основные такие. Вот у меня это Facebook, Instagram, YouTube и, ну, мой блог на сайте, где там все тоже появляется, потому что некоторым удобнее там все это находить и читать. Вот. Так что в результате получается? В Facebook я захожу, конечно же, но захожу я туда в качестве рабочего, так сказать, инструмента, когда я сажусь за компьютер и добавляю какое-то новое видео, тогда я могу что-то посмотреть. Но Facebook у меня нет на телефоне, как приложение, просто потому что, чтобы, так сказать, не отвлекаться. Плюс, я на своем телефоне нашел такую настройку замечательную, это как уже такой второй шаг, да, первый, это отказаться от приложения Facebook на телефоне. Кстати, если вы вдруг в сети ВКонтакте находитесь, то ВКонтакте тоже туда относятся. Второе. Я на своем экране мобильного телефона сделал так, что у меня видны только контакты, фотоаппарат и, ну, и больше там практически ничего. То есть, все вот эти вот значки с разными приложениями полезными, например, там, новая почта, приватбанк, ну, и так далее, все это находится внутри. То есть, ну, нужно нажать кнопку меню там и зайти. Так вот на поверхности все чистенько. Картиночка какая-то красивая, и вот мне кажется, этого достаточно. Это вот второй момент. Значит, третий момент. В своей семье мы практикуем, я, жена, ребенок, практикуем такую историю, что после 8 часов все гаджеты у нас, так сказать, ложатся спать. Это не всегда просто, потому что, иногда бывает, кто-то пишет, но мы всячески стараемся это все-таки делать. Вот. Значит, это уже, так сказать, как третий шаг. Четвертый шаг. Мы стараемся все-таки побольше, если мы что-то смотрим, если мы смотрим какие-то видеоролики, если мы смотрим какие-то фильмы, то мы стараемся их очень тщательно выбирать и не просматривать, ну, такой, знаете, хлам. Я в Ютубе в этом отношении подписался, почистил все свои подписки, пересмотрел все, что мне действительно интересует, что меня меньше интересует, где очень важно и интересно. Там у меня стоит колокольчик, я все новые видео получаю, но мои подписки сейчас, те, которые, вот, люди, которые делают какое-то видео, да, и я получаю все новенькое, что у них выходит. Их меньше пяти после первой чистки. Меньше пяти. Оказалось. Вот. Я подню, не исключено, что я потом расширю как-то этот список немножко, но не очень сильно, потому что фильтрация это очень нужна. Очень слишком много этого всего стало. И поэтому я вот с вами сейчас поделился тем, что я понимаю под цифровой диетой и как я это к себе применяю. И я этим поделился не для того, чтобы вы что-то начали повторять, а для того, чтобы вас сейчас вдохновить на вот эту вот одну из граней осознанной позиции. Сегодня, в дне сегодняшнем, как в той ситуации, в которой мы все с вами находимся, 2020 год, переизбыток всего и информационного, особенно переизбыток всякого материала, да. И чтобы вы задумались, может быть, знаете, даже мое сейчас видео, я буду очень рад, если оно станет просто первым зерном, которое упадет вам в голову и потихонечку, может быть, прорастет через какое-то время не сразу. Но я хочу, вот если у вас не было мыслей на эту тему, вы не размышляли на тему цифровая диета и вы, чтобы у вас вот это вот появилось, чтобы вы начали над этим думать. Куда-то потом это может быть приведет, может быть, когда-нибудь вам попадется еще какое-то видео, может быть, я какие-то новыми мыслями поделюсь. И в результате у вас начнет, начнет разрабатываться эта идея и вы что-то сделаете для себя. Если у вас какие-то есть свои, так сказать, лайфхаки по поводу цифровой диеты, делитесь, пожалуйста, ими в комментариях. Мне искренне интересно будет это все почитать, потому что я этой темой увлечен. И повторюсь, мне, наверное, главное здесь не только то, чтобы поделиться с вами, а донести вам мысль, что если вдруг вы начнете хоть чуть-чуть применять, общайтесь на эту тему со своими детьми и пытайтесь им это доносить самым лучшим способом в мире, личным примером. Это действительно работает очень круто. Вот это хотел вам сегодня сообщить и этим хотел поделиться. Всем хорошего настроения. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok